Дина Рубина. Двойная фамилия. А в чем, собственно, дело? Сказал он мне. Чем тебя смущает моя двойная фамилия? В конце концов, твою я взял. Вот она красуется в паспорте, вполне благозвучная. Я говорю, хорошая, звучная, церковнославянская была. Ты смотри на дорогу, сказал он мне, а то мы в дерево врежемся. Да, мамина не такая звучная, но, понимаешь, меня все-таки мать воспитывала. Да, если хочешь знать, сказал он мне, я бы фамилию Виктора себе присобачил. Только боюсь, что на строчке не поместится. И потом тройную уж вряд ли кто запомнит. Особенно в армии. Представляешь, как меня из строя вызывать или на гауптвахту сажать. Так что не переживайте, сказал он мне. Вполне прилично. Крюков-Фастфижинский. Не туйся, что тебе тесно, неуютно. Чего глупо? А Голенищев-Кутозов, сказал он мне сразу. А Рябьев-Кумач, а Борисов-Мусатов, а Римский-Корсаков, а Семенов-Тяньшанский, а Мущин-Пушкин. Ну? Да, я начитался, сказал он мне. Есть такая слабость? Вот именно не порог. И даже, как время читать, достоинство. Ну, конечно, изменился, сказал он мне. Мы же три года не виделись. Я же расту, па, сказал он мне. Я, в принципе, живу дальше. И пусть тебя моя двойная фамилия не тревожит. На Западе, знаешь, почти у каждого человека двойное или даже тройное имя. Почему это тебе плевать на Запад, поинтересовался он? Плевать никуда и ни в кого не следует, па. Это некрасиво. А то плюнешь, сказал он мне, попадешь ненароком в Орихомари Ремарко. И в Федерико Гарси Лорку или в Габриэле Гарсио Маркеса. Будет неловко. Запад люблю, конечно, люблю, пап. Я все люблю. И Запад, и Восток, и Йока, и Север. Я не дерзю, сказал он мне. Я полемизирую. И потом у меня же переходный возраст еще не кончился. Так что не расстраивайся. Да ты смотри на дорогу, сказал он мне. Мы же остолк шмякнемся. Ой, не спрашивай. Не береги открытую рану, па. Еле переполз. В Балгребе трояк по физике переэкзаменовка. Мать, надеется, что за лето ты со мной подзанимайся. Думаю, что это был решающий момент в пользу моей поездки. Ты же знаешь, сказал он мне, она всегда косо смотрела на эти поездки. По химии тоже трояк, но более жизнеспособный. Знаешь, сказал он мне, сам удивляешься, кого я такой тупой. Все-таки мать, конструктор бабу толкует. Ты у меня вообще не кот начихал. Изобретатель с медалями три килопатентов. А я как увижу эти ряды формул. Так мне тошно становится. Вот здесь под ложечкой. Упрусь взглядом в цифры и ничего не хочу понимать. Организм протестует. Ну почему я должен ползти к этому дурацкому аттестату? Почему? По сути дела, сказал он мне, происходит многолетнее насилие над человеческой личностью. Как над чьей? Над моей, конечно. Чего ты смеешься? Это очень серьезно. Моя надорванная психика. Ну, по литературе и по истории в пятерке, конечно, сказал он мне. А что толк? Недавно доклад сделал, историческая просила. Отражение истории российского государства в полотнах русских художников. Да ничего, вроде получилось. Бегал, конечно, очень общего, сказал он мне. Разве можно такую тему за полтора часа охватить? Репродукции Виктор дал, это же его хлеб. У нас тьма альбом в доме. Устроили, конечно, из этого мероприятие. Согнали три девятых класса. И старичка сидела на задней партии и тихо млела. Ей же это засчитывается за внеклассные работы. А вообще, по этой типу, как раз. Ни за что. Делать из этого профессию? Быть, как Виктор, каким-нибудь искусствоведом или литературоведом? Да ты ж дупа. Ты меня не уважаешь, сказал он мне. И всю жизнь насиловать искусство только потому, что у меня неплохо подвешен язык. И я прилично разбираюсь в живописи? Нет, спасибо. Существовать в искусстве достойно можно только создавая что-то свое. А понимание – это всего лишь неплохие мозги. Разве можно понимание искусства делать в профессии? И потом, я как услышу это слово «искусствовед», мне смешно становится. Представляю себе такого типа, который искусством ведает, вроде совхоза со связкой ключей. Нет, нет, нет. Аталантов, сказал он мне, никаких за мной не водится. Ой. А никем не хочу. Нет, правда, никем не хочу быть. Но ты меня серьезно спрошу, я тебе серьезно отвечаю. Нет, ты не так понял. Мне в смысле плевать в потолок. Не хочу всю жизнь быть к чему-то привязанным. К месту работы, к какой-то квартире по такому-то адресу, к такой-то женщине, записанной в моем паспорте. Это, по сути дела, крепостное право. Как представляю? А вот как, сказал он мне. Я свободен. Совсем. Передвигаюсь куда хочу, когда хочу и как хочу. Зарабатываю необходимое минимум на хлеб, картошку и книги. Как получится? Где вагон разгружу, где на прополку овощей наводи. У нас такая личность называется бичей, преследуется законом. А вот во Франции очень принято, например, наняться на сезон в Голландию и тюльпаны сажать. Ну, что ты заладил пас, сказал он мне, смотришь на запад. Я кругом смотрю, не только на запад. Я смотрю вокруг себя, сказал он мне, а не только в указанном направлении. Хотя мне с детства направление пытались указывать все, кому не лить. Родители еще туда-сюда, куда ни шло. Куда их денег, сказал он мне. Ну, вот тебе хватает зашиворот, суют в общий вагон. И всех в одном направлении. Сначала Октябрятская звездочка, потом дружный коллектив класса, потом комсомольская ячейка института. И так до конца жизни. Ой, испугал, единоличник. Надеюсь, сказал он мне, надеюсь, что я единоличник. Все, что сделано в искусстве и науке, сделано единоличниками. Ну, ладно, сказал он мне, не пугайся, у тебя по виду такой обескураженный. Думаешь, наверное, что я попал в лапы наших врагов? Ну, мало чего я болтаю, сказал он мне. Возраст такой переходный, три года мы не виделись. Ты меня здесь за лето обстругаешь, отполируешь до зеркального блеска. Смотри на дорогу. Грузило новый купил, молоток. Помнишь, на голубых озерах цаплю похожую на твоего Кирилла Саныча? А юмора, ай! А правда у меня совсем уже бас установился. Почему это баритон? Бас, бас, сказал он мне. Натуральный бас. Нас с Виктором почему-то путают по телефону, говорят, голоса похожи. По-моему, совсем не похожи. Причем тут Виктор? Дома как? Нормально дома. Мама? Ну, ты знаешь, сказал он мне, мама всегда больна. Редактор субтитров А.Семкин